Напрямую с ценой газа связан и студенческий скандал этой недели с университетами, которые остановили обучение до весны. Киев, Львов, Одесса. Десятки тысяч студентов в Украине просто ждут потепления, чтобы вернуться в свои аудитории. В том числе и в самом престижном вузе страны, университете Шевченко. Получается, что уже и вузам нужно оформлять субсидии. Но все-таки, что дальше? Будут ли теперь студенты каждую зиму уходить на вынужденные каникулы и почему некоторые из них все-таки продолжают обучение? Выяснял мой коллега Богдан Вербицкий. Выучившийся через холод и закаливание лежит путь к диплому украинских студентов. На лекциях сидят в куртках, шубах и перчатках. Да и в некоторых общежитиях не намного теплее. Это видео из общежития записали сами студенты. Маленькие батареи едва теплые, на кухнях зона вечной мерзлоты. Все спасаются обогревателями, хотя они и запрещены правилами безопасности. Но иначе никак. А все потому, что учебный процесс не выдерживает коммунальных испытаний. Вузы не могут платить неподъемную коммуналку. На сегодняшний день с экономической точки зрения есть надто дорого. Не просто дорого, а надто дорого. Поэтому, чтобы спасти свои деньги от тепловых ударов, а студентов от холодных лекционных пыток, вузы в Украине массово продлевают каникулы. Сколько студентам гулять, каждый университет решает сам. В некоторых отдыхают аж до середины февраля. А в Киевском университете Шевченко до марта студентов перевели на дистанку. Только вот в самом ректорате об этом говорят обтекаемо. Это означает, что мы 24,5 тысячи студентов без их воли и ведома перевели на загочку. Такого быть не может. Не дистанционно, а самостоятельно. Так, возможно, с использованием дистанционных методов навчения. Мы связываемся на фейсбуке, по почте с преподавателями. Они отправляют задания, они отправляют лекции. Мы это должны самостоятельно изучить и самостоятельно сделать домашние задания. Дистанционное или самостоятельное обучение – неважно. В любом случае, до весны студенты университета Шевченко в аудиториях учиться не будут. Слишком холодно. У них были в аудиториях где-то 9-10 градусов. Они постоянно сидели в куртках, в рукавицах, в шапках, но это не допомагало никак. По словам проректора КНУ, все дело в инженерии. Мол, корпуса на ВДНХ построены по кубинскому проекту. Батарея работает слабо, а вот стоит отопление слишком дорого. Адміністрация закупляла УФО, но как-то они не допомагали, или их перестали використовувати через то, что они витрачают много опаления. Мне неведомо. Приучают студентов к самостоятельности ради коммунальной экономии и во Львовском политехе. Учебный процесс ведут онлайн. Студентам это очень понравилось. Это право в виде файла. Я посмотрел на тот файл, поставил за ту оценку. Это лучше, чтобы было просто перевести на заочинь, платить половину цены меньше. Но большинство украинских вузов с учебой на расстоянии не экспериментируют. Там просто продлевают каникулы. К примеру, в Одессе студенты уже 5 лет гуляют зимой, месяца по полтора. Не первый год переносят занятия в Черновицком университете. Мы экономили на электроэнергии и на газу приблизительно 400 тысяч гривен. Да, но мы програли в качестве надания освятых послуг. Вот только зимний отдых студентам приходится отрабатывать. Кому-то летом, кому-то по выходным. Но при этом коммунальное бремя не всегда ложится на студенческие плечи. Вот это Национальный лингвистический университет. Исключение из холодных проблем. Студенты тут уже учатся. Причем в тепле. У нас всегда университет отапливался. Мы выходили в феврале. В универе тепло во всех корпусах. Уже учатся и в самом большом вузе страны. В Киевском политехе. Сейчас там сессия. Каникулы никто не продлевал. Вот это видео мы снимали еще осенью. В начале отопительного сезона. Уже прошло два месяца, но проблема так и не решена. Во многих аудиториях до сих пор холодно. Бывало такое, что отключали полкорпуса. То есть полкорпуса они отапливают, полкорпуса они не отапливают. У нас в политехе вообще контрактников немного. То есть откуда ему брать деньги. А вот в университете Тараса Шевченко контрактников довольно много. Да и стоимость обучения выше. Алена как раз учится на коммерческой основе. За год, говорит, набегает солидная сумма. 25 тысяч в год. То есть я оплачиваю по старой цене. Сейчас я знаю, что вообще подорожало. Более 30 тысяч уже стоит контракт. Немного прикладной математики. В университете сейчас учатся примерно 25 тысяч студентов. Около половины из них платят от 10 до 50 тысяч гривен. Сумма получается внушительная. Но оказывается, и ее недостаточно. Почти все деньги уходят на нужды университета. Это заработная платня. Другой момент, это действительно оплата послужит коммун-энерго. Коммунальные беды украинского образования начались пару лет назад. И пока вузы пытаются их решить, кто закаливаниями студентов, а кто вынужденными каникулами, в Кабмине пока решили дать деньги на улучшение энергоэффективности. В семи вузах. За минулый рік университет заплатил близко 100 миллионов. На цей рік заплановано близко 120 миллионов. Получается, экономия с длительными каникулами – это лишь полумера. Ее легко нивелируют растущие тарифы. Богдан Вербицкий, Галина Якушко, Ольга Поломарюк, Алексей Шматов и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова